Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства вступает с 3 февраля 2019 года. Как отметил председатель судебной коллегии по гражданским делам Ермек Конопиев, теперь в Гражданском процессуальном кодексе создадут стимулы для обращения к нотариусу. 21 января текущего года главой государства подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного закона. Официально опубликован текст 23 января в газете «Казахстанская правда» и соответственно его положение вступает в закону силу с 3 февраля 2019 года. К законам вводится ряд норм, выводящих из судов дела, не содержащие споры. Это санкционированные действия судебных исполнителей, передача ряда бесспорных требований нотариусу и другие. В Гражданском процессуальном кодексе остается только две категории упрощенного производства. Все остальное становится приказным. Нотариату передана половина требований приказного производства. Для совершения исполнительной надписи по бесспорным вопросам из 18 требований приказного производства 9 переданы нотариату. Из 12 категории упрощенного производства остаются две. Все остальные переданы приказное производство. Нотариату переданы половина требований приказного производства. Также были внесены изменения и дополнения в закон о государственных закупках. Раньше у людей, у юридических и физических лиц была альтернатива обратиться в суд за совершением судебного приказа, либо пойти к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Сейчас в целях снижения судебной нагрузки из Гражданского процессуального кодекса исключили части, которые были по исполнительной надписи нотариусам ранее переданы. И теперь безабелляционный нотариус совершает исполнительную надпись только нотариусу. Код изучения новелл законодательства участниками круглого стола были озвучены и приняты законом нововведения, акцентированного внимания на существенное распределение некоторых категорий дел и материалов между судами, нотариатом и прокуратурой.